Концертом и праздничным фейерверком закончились официальные торжества по случаю Дня Независимости в Беларуси. И все это после беспорядков в республиканской столице. Десятки человек задержаны. Это те, кто сигналил, проезжая по центральным улицам, или просто аплодировал, так выражая недовольство политикой Александра Лукашенко. По свидетельствам нашего спецкора Павла Зарубина, сотрудники белорусских МВД и КГБ действовали крайне жестко. За что мы измеряемся? За что? Действия белорусских властей стали еще более жесткими. Всех, кто оказался в 7 вечера на привокзальной площади и в ком спецназ не признал своих, забрасывали в автобусы без номеров. На площадь пришли недовольные масштабным экономическим кризисом. Сбережения людей обесценились вдвое, а цены наоборот выросли в несколько раз. На саму ребенку в этом году не могу купить банкерса. Подняли банкерсы, эти оцены на все, на смесь, на все. Не могу. Сейчас меня будут хватать в автобусах. Я не хочу своего будущего ребенка такого, какой предлагает наша власть. Через секунду сюда подоспели крепкие молодые люди. Детей пожалеют, мы не пожалеем, мы не пожалеем, мы пожалеем. Вы что? Пошло, детей нету. Сделаю себе ребенку ладушкой дома. На одного человека нападали по четверо-пятеро мужчин в штатском. У многих прохожих это вызвало шок, и они начали заступаться. Неожиданно люди стали кашлять и задыхаться. Судя по всему, был распылен бесцветный срезоточивый газ. Расскажите, что случилось сейчас? Что это за газ? Горького. Особую нервозность у сотрудников и сотрудниц белорусского КГБ вызывали аплодисменты. Таким образом они распознавали противников власти. Не хочу, не хочу, какие проблемы. Я эту страну устроила, а вы пришли на готовое. Если мне будете командовать, то мне стоять. Наша съемочная группа неоднократно пыталась получить официальный комментарий по поводу происходящего. Мы обратились к одному из руководителей МВД. На днях на пресс-конференции именно он объяснял мотивы задержания аплодирующих людей. Иван Владимирович Кубраков, первый заместитель начальника Главного управления охраны правопорядки и профилактики. Но на этот раз на вопросы офицер Кубраков ответил, что он не Кубраков. Журналистов прикрыли быстро. Оператору нашего телеканала было нанесено несколько мощных ударов. Еще меньше повезло девушкам-фотографам. Задерживали даже автомобилистов, которые в поддержку протестующих сигналили. Владельцы Мерседеса в течение 20 минут пытались вытащить из машины, и в итоге это удалось. В общей сложности были арестованы более 200 человек. Указание президента Лукашенко. Жестко пресекать любые акции выполнено. Нам усиленно и целенаправленно навязывают бессовестные сценарии цветных революций, написанные под копирку в столицах отдельных стран. Мы понимаем, что цель этих атак посеять неуверенность и тревогу, разрушить общественное согласие. Этому не бывать. Выступление президента, приуроченное Кадю независимости, прошло в полной тишине. Аплодировать ему никто не посмел. Этот очень неспокойный вечер для Беларуси завершился весьма своеобразно. Масштабный фейерверк, чьи дня независимости начался всего спустя три часа после беспорядков в центре Минска. Восторженных аплодисментов салюту было гораздо меньше, чем прошлые годы. Даже многие из тех, кто поддерживает власть, старались в ладоши не хлопать, чтобы не схлопотать. Павел Зарубин, Евгений Журавлев, Павел Мейер, Олег Дубинин, Андрей Зайков, Эрдион Белецкий. Вести. Беларусь.